привет всем ну вот пока собираетесь пару слов скажу я сегодня думала над шаблонами и мы трансформировали на курсе все пишут что шаблоны нас ограничивают ну и я это неоднократно тоже говорила на всех эфирах вот и когда что-то не получается мы привыкли говорить так это шаблоны меня ограничивают у меня ограничивает я ничего не понимаю вот и мы перекладываем ответственность на шаблоны ну ребятушки запомните шаблоны нас не ограничивают я сегодня поменяла мнение шаблон он как ограничивает так и наоборот двигает нас вперед вопрос не в самом шаблоне убеждение наша программа да а то как вы используете это слово этот шаблон ой спасибо очки за комплименты то есть допустим вот пример такой приведу есть шаблон контроля и все говорят вот я все контролирую меня это ограничивает но контроль действительно вас ограничивает потому что вы его просто не там используете где нужно ведь можно же контролировать свою бесконтрольность можно контролировать свое хорошее настроение можно контролировать свою депрессию и плохое настроение то есть включать контроль там, где нужно, а не там, где не нужно. То есть всегда любое слово, любая наша программа, она нас как двигает, так и останавливает. Вопрос не в самой программе. И проблема не в шаблонах, проблема не в программах, по которым мы живём, как роботы, а проблема в том, как мы это используем. И почему я всегда говорю, нужно трансформировать шаблоны. Трансформировать это, то есть рассмотреть этот ресурс и понять, почему я его использую там, где это меня ограничивает, почему бы его не использовать по-другому. То есть когда мы трансформируем шаблоны, мы их не стираем с памяти, мы их никуда не убираем, мы просто задумываемся и рассуждаем на тему, почему я себя ограничиваю этим. А как из этого сделать ресурс и талант? Вот. Поэтому призываю вас всегда рассуждать, что там с раздражением. А что там с раздражением? У меня всё в порядке, я люблю раздражаться. Когда я раздражаюсь, во мне всё кипит, бурлит, у меня сразу же возникают различные желания что-то сделать, и это двигает меня вперёд. Ничего плохого в раздражении я не вижу. Это хорошо. Вопрос, как вы своё раздражение, опять же, используете? Можно раздражаться и тормозить себя, а можно раздражаться и двигаться вперёд. То есть когда вы рассматриваете любую эмоцию, любое своё чувство и понимаете, как это использовать, то вы всегда наполнены. А когда вы сидите и ноете, блин, всё плохо, всё тормозит, я хочу трансформировать все шаблоны мира, я хочу свободы, чтобы тело на молекулы распалось и разлетелось. Вот такие дела. Так что можно вопросы. А если меня раздражает конкретный человек? Когда он вас раздражает, он пытается вас вывести из состояния ступора, в котором вы находитесь. И то, что он вам транслирует, показывает, вам нужно это рассмотреть. То есть поблагодарите этого человека за то, что он вас раздражает, чтобы вы что-то откопали в себе, то, что вы в себе не видите. Например, у вас есть какой-то запрос на какое-то желание. Эти желания в вашей голове возникают бесконечно. И для этого желания нужны какие-то ресурсы, какие-то действия, что-то нужно сделать. Но вы не можете это сделать, поэтому начинаете привлекать в вашу жизнь различных людей, которые вам показывают, из каких чувств соткано ваше желание. То есть наш внешний мир — это уплотнённая форма наших чувств. И если вы чего-то хотите, то вам чего-то не хватает. Не хватает вам определённых чувств, которые вы в себе давите. И вот приходят люди, и вам это всё показывают. Блин, благодарим каждого, кто приходит в нашу жизнь. Люди — это ресурсы, люди — это наше продолжение. И мы можем на них смотреть, как в зеркало. Если что-то в нём не нравится, вам нужно это рассмотреть как свой недостаток. То есть, когда нас раздражают люди, мы считаем, что у них вот этот недостаток, который нас бесит. Но недостаток — это то, что нам не достает. Это то, что нам нужно рассмотреть в себе и увидеть. Потому что всё, что вам не нравится в других людях — это вас. Вас это есть, вы это подавляете, вы это не принимаете. Это ваша тёмная, непонятая, непризнанная, нерассмотренная сторона. И вы эту сторону принимаете в себе. Блин, неужели я такая? Да, я такая. А как этот ресурс как силу использовать? Вот и всё. То есть, блин, люди, все, которые вас раздражают, просто благодарность им за это. Рассматривайте в себе. А если я начала зависеть от человека, от того, что он помогал мне? Ну, значит, чтобы убрать эту зависимость и просто быть с человеком не почему, вам нужно рассмотреть, что он вам даёт и как это себе дать какими-то другими новыми способами. То есть, ручка, бумажечка, выписывайте, смотрите. Как заполнить пустоту в душе? Получается только едой. Еда – это вообще внешний заменитель, который гасит наше желание, который нас очень сильно расслабляет, приземляет, заземляет. Вот. И едой мы не наполняемся, а едой мы пытаемся действительно заглушить те чувства, которые просятся наружу. Вот. И вопрос был… Сейчас, секундочку. Тын-тын-тын. Если я начала зависеть от человека… Так. Про еду было чего-то сейчас… Пустота в душе – это ощущение, да? Весь мир – это ничто. Это тоже пустота, из которой мы творим. Это хорошо, что у вас пустота в душе. Вы как чистый белый лист. И теперь берите, пишите списки желаний. Что вы хотите сделать – идите, сделайте. Тут следующий вопрос. Как начать радоваться? Радоваться, а не что-то похожее. Сергей, ну, блин, списки желаний опять же, списки ваших хотелок. Иди и делай. Радость приходит во время творчества. Творчество – это когда вы делаете что-то новое, чего раньше не делали. Думаете по-новому, как раньше не думали. Действуете полностью в каких-то новых обстоятельствах. Совершенно не так. Отпускаете ваши прошлые мысли и ваш прошлый опыт. Говорите, так, этот опыт у меня уже был. Интересно. А как сейчас я это сделаю по-другому? А как сейчас получится по-другому? Когда вы пытаетесь держаться за старое прошлое и говорите, что, блин, мир же вот такой, он же мне вот такое показывает. Я уже тысячу раз пробовал. Вот. И вы этими убеждениями постоянно себя убеждаете снова и снова, что не может быть по-другому. Перестаньте себя убеждать. Включите интерес. А как сейчас, интересно, произойдет моя радость? Блин, чем я себя сейчас порадую? Посидите, подумайте. Есть классные практики, которые вот вас переключают на что-то другое. Когда вы просто берете и делаете все действия наоборот. Возьмите сейчас, подышите глубоко, попрыгайте, поприседайте. Ваше тело придет в тонус, а, соответственно, сразу пойдет импульс и в ваш мозг, и вы начнете думать. Вот. Но когда вы мусолите одну и ту же шарманку, я не могу радоваться, я не могу радоваться, мне ничего не радует. Такой Ангел стоит сзади, записал. Окей, тебя теперь ничего не радует. Молодец, будет исполнено. Перестаньте ваши мысли гонять. Наши мысли материальны, наши чувства материальны, все наши убеждения материальны. Во что вы верите, то и будет. Меня ничего не радует. Все, распишите, получитесь. Вас ничего не будет радовать. А вот мне интересно, что меня сейчас порадует, и вас начинает что-то радовать. Наблюдайте за собой. Находитесь здесь сейчас. Перестаньте мусолить мысли. Начните рассматривать предметы дома. Рассмотрите новый вкус какого-то блюда. Что-то приготовьте, что-то сделайте, но то, что вы не делали. И начните, тотально погружаясь в одно действие, его рассматривать, прочувствовать. Тогда вы начнете потихоньку себя возвращать вот этого анабиоза со своего, в котором вы зависли. И вы как роботы живете каждый день, выполняя механически все действия. А вы попробуйте каждое действие расставить точечно, наблюдая, не отвлекаясь ни на чем, тотально его сделать и прочувствовать. Ваше состояние начинает меняться. А если вы еще начинаете включать интерес, а как теперь зубы по-другому почистить? А как мне теперь дома по-новому ходить? Вот вы ходите каждый день в домашней одежде. Перестаньте это делать. Возьмите, оденьте вещи, которые вы одеваете на выход куда-то. И ходите дома вот такой красивый. Любуйтесь на себя в красивом зеркале. Начните делать что-то по-другому. Потихоньку-потихоньку ваш мозг начинает трансформироваться просто от ваших действий, которые вы делаете по-новому. И наблюдений за этими действиями. Это не сложно, но при этом это сложнее всего, потому что это слишком банально и кажется слишком просто. Но вот это вот самое простое, но и самое сложное. Попробуйте. Включайте интерес. Так, тут еще столько вопросов пропустила. Божечки. Так, по поводу болячек. Не хочу сегодня эфир по поводу болезней. Включайте психосоматику в интернете. Смотрите видео, книжки Луиза Хей, Довлатов, кто там еще пишет психосоматику, Синельников. И выписывайте шаблоны, трансформируйте эти шаблоны. Они пишут вот какие-то шаблоны, которые можно спасти аффирмациями определенными. Вот. Это все фигня. Вот. Но вы для себя их выписываете. Например, у меня болят ноги. Да, вот вопрос. Или что там. Чешутся ноги и так далее. Вот. Про ноги будет написано, что вы куда-то не хотите идти. У вас давно горит какое-то желание, а вы вот просто туда не идете. У вас есть какие-то страхи, а вы туда вот прям пипец как хотите, но боитесь. Ноги вам это показывают. А чешется – это то, что вы уже раздражаете себя куда-то пойти и что-то увидеть, что-то сделать. Вам нужно не спрашивать меня по болезням. Читайте психосоматику. Реально. Выписывайте там шаблоны и рассматривайте, где здесь ресурс. Почему меня это тормозит? Например, обиды. Обиды – тоже шаблон. Не оправдались мои ожидания. А вы знаете, что ожидания, они, блин, бесполезны. Все равно, что бы ни случалось в нашей жизни, оно все неожиданно случается. Рассматривайте, какой ресурс в ожиданиях, рассматривайте, какой ресурс в обидах, как это использовать по-другому. Да, я обиделся. Так, а на что я обиделся? Обида – это просто чувство, которое вас призывает обратить на себя внимание. То, что, блин, где я там себе задолжал что-то? Почему я не пойду, это не сделаю? Ну или как тебе идет оранжевый цвет? Спасибо. Оранжевый цвет – это волнительный цвет, который вызывает как красный возбуждение, который вызывает движение. Когда вы смотрите на оранжевый цвет, я помню еще, когда на дизайне научилась, нам психолог по цвету рассказывала, что если на кухне сделать какое-то оранжевое пятно, то оно всегда будет вызывать аппетит. И поэтому очень многие фастфуды уличные делают в оранжевом цвете стены в своих этих заведениях, чтобы люди побыстрее поели. Потому что оно вызывает такую быструю реакцию что-то сделать и убежать. И поэтому оранжевым цветом он всех привлекает. Носите оранжевый цвет, он будет вас вдохновлять что-то делать. Носите красный цвет. Это для тех, кто вообще безжизненная меба, которая живет в черном. Вам нужно срочно красного и оранжевого вокруг и в одежде, и тогда вы будете себя чувствовать более живым. Кстати, вот немножко про цвет даже я сказала. Ой, спасибо, столько комплиментов. Если рядом шизофреник, но если причина мира это вы и все вокруг ваши Микки Маусы, то вам нужно вот эту шизофрению в себе рассмотреть. Где вы такой, принять ее и подумать, как ее можно использовать. Вены чешутся на руках и ногах. Синяки появляются на бедрах. Там, где вены, не могу понять. Вены — это сосуды, где уже углекислый газ возвращается. По кровеносным сосудам у нас движется кислород, питательные элементы. Кровь движется по сосудам вены. Это уже идет очищение. То есть, обратно такой процесс. Где-то вы держитесь за старое, где-то вы не даете очистить себя от какого-то хлама. Материальный этот хлам, либо ментальный, я не знаю. Но вы за что-то очень сильно держитесь и не хотите отпускать. Вам нужно подумать, за какие шаблоны вы держитесь и привязки. И что нужно наконец-то отпустить и полететь. Как научиться чувствовать интуицию свою, обращать на нее внимание и пробовать ей следовать? Блин, такие вопросы очень сложные. Ты сегодня станешь шимательной. Ой, спасибо, спасибо. Приятно. Каждый раз новое. Все для вас. Я ваше зеркало. Ну или как мы похожи внешне? Все мои знакомые удивляются, только у меня волосы темные. Ой, я была темненькая, представляю. Я сейчас покрашусь обратно в черный цвет. Я очень люблю черный цвет. Больше, чем белый. Но когда я крашу черный цвет, мне все фукают. Фу-фу-фу. Прекрати это, сделай обратно блондинку. Вот. И думаю, ну раз все так говорят. Вообще, я люблю черный реально больше. Потому что я когда черный, я себя чувствую по-другому. Мое состояние такое... Я такая... Блин, я с черным цветом чувствую такую себя стервой, сильной. Такой прям вообще море по колено. Вот. А блондинка меня смягчает. Потому что у меня очень жесткий характер. Наверное, поэтому я блондинка. Я компенсирую. Как же я сегодня рада глаз тобой. Спасибо. Нелли, привет. Есть ли недостаток, полнота, это желание наполниться чувствами или что? А, да, конечно. Полнота, это вы полны чувствами, которые в себе зажали. Вы очень там добрый, душевный человек, очень чувствительный, гиперчувствительный. И вы в себе это сдерживаете, потому что вам страшно, что вас обидят. Вам страшно, что мир небезопасный. И вы себя так защищаете. И чем больше, тем меньше вероятности, что вас могут укусить или еще что-то. А получается наоборот. Вот. Вам нужно перестать сдерживать свои чувства и заедать их едой. Потому что, блин, вы закрыты очень сильно. И полнота нам говорит о том, что очень много подавленных чувств. Очень много. И вы такой стеснительный. Очень много страхов, которые нужно прорабатывать. У меня жопа полнейшая. Получается, ко мне что-то идет новое. Сто процентов. У меня тоже жопа полнейшая. Я обнулилась так, что у меня сейчас нет ни копейки денег. Вот. И я этому очень рада. И я целенаправленно их отдала. Вот. И... Но это не жопа. Я специально это сделала. И... Когда... Вчера пришел час расплаты. Зарплат. Моим сотрудникам. И еще маме там на операцию нужно. Блин, я такая, ёптить. Короче, не учла. И мне пришлось похерить все свои фонды, инвестиции. Короче, все-все-все. Я хочу снова этот год новый сделать для себя. Мне просто интересно, если в этом мире мы ничего не можем потерять. Даже вот если из пустого стакана... Ой, из полного стакана вылить воду, он наполнится воздухом. То есть мы ничего не можем в этом мире не потерять, не приобрести. Нам ничего не принадлежит. Потому что и так весь мир наш. Мы творцы. Мы боги. И мне просто было интересно вот обнуление. Вот просто поэкспериментировать я... Сколько у меня было там? 25 миллионов. Просто я их раздала. И мне просто интересно, какое расширение взамен я сейчас получу. Вот я уже наблюдаю огромные чудеса в своей жизни. Не хочу сейчас пока про них говорить. У меня и так с первого числа были чудеса. Был эфир. Я рассказывала, как все желания сбылись через 15 минут после курантов. Весь список желаний, которые там были расписаны на 10 лет вперед. Они все сбылись в одной точке. И я поняла, что... Ну, качелька раскачалась. Жопа наступила. В противовес такая, что жесть. И я обнулилась. И сейчас я жду, ну, как маятник, да? Противоположное чувство. Короче, посмотрим. Наблюдаю. Любые жопы — это вообще огромное расширение. Это круто. Это классно. Любите свои жопы. Любите свои болезни. Болезнь — это просто сигнал тела, который говорит там, где вы застряли — это хорошо. Благодарите каждого человека, который вас там обманывает или негативит вашу сторону, или еще что-то. Блин, это так круто. Принимайте мир вот просто с такой благодарностью. Боже, как круто, что все это со мной происходит. Я творец, я это творю. Это мое желание. Я почему-то это хочу. У меня сейчас эта игра. Для чего-то это мне нужно. Можете рассмотреть, для чего можете не рассматривать, неважно. Будьте вот в такой благодарности. Боже, как все круто сейчас, все разворачивается. Мне интересно посмотреть эту киношку и прожить эти чувства. Опыт все равно не повторится. Миг этот уйдет, придет следующий, дальше что-то будет другое. И не надо переживать о завтрашнем дне. Потому что наш мир — это, блин, просто иллюзия и картинка. Мы всегда в одной точке находимся. Киношка вокруг нас складывается, ну, согласно нашему мышлению. И еще хочу добавить. Мир — 9 триллиардов раз в секунду распадается на кварке просто в ничто. И собирается обратно в точную копию нашего сознания. В ту киношку, как мы вот сейчас в каком состоянии находимся, то мы и наблюдаем. И нам кажется, что вчера было вчера. Но вчера не было. Наши воспоминания тоже и сейчас полностью формируются. И наши воспоминания нужны уму для того, чтобы объяснить, почему сейчас происходит именно такое кино. Как только у вас в мышлении что-то меняется, вы что-то осознали, вы где-то нашли ресурс в темной негативной стороне, которая вас тормозила, вы тут рассмотрели, и там, блин, сила, у вас мышление поменялось, у вас кадры, киношки меняются, у вас воспоминания вообще другие. Перестаньте думать вообще о каких-то прошлых. Нету их, нету этих прошлых в ваших жизни, нету будущего. Вот у нас всегда только настоящее. Вот пробуйте жить сейчас, блин, кайфуйте. Почему вы не можете кайфовать, почему вечно в этих проблемах вы эту шарманку крутите, и она постоянно будет крутиться бесконечно до тех пор, пока вы не затормозите себя и не остановите. Кстати, остановка – это тоже хорошо, потому что остановка – это тоже часть жизни. «Затормозите себя, блин, наглядеться, что же вокруг сейчас происходит». Опять я заговорила, давайте почитаю ваши сообщения. «Доброго времени суток». Доброго! У меня уже вечер. «Сейчас в процессе продажи и покупки квартиры. Поняла, что появляется страх, что свою продам, а с покупкой что-нибудь случится, хотя понимает, что только позитив». Так, но если страх, что что-то случится, то оно что-то случится в любом случае. Наши любые мысли подтверждаются. Перестаньте это думать. Вот просто перестаньте. Мне интересно, как оно получится. А даже если оно и не получится, для чего этот опыт нужен? Мы бессмертны, мы даже не умираем. Наша киношка бесконечно. Умирают люди просто в… Посмотрите «Квантовое бессмертие», кто ещё не посмотрел там трёхминутное видео в интернете. Мы бессмертны, мы никогда не покинем наше тело даже. И чего боитесь-то? И что бы ни случилось, и вы останетесь без квартиры, это тоже почему-то хорошо. Придёт больше. Мы ничего не можем потерять. У нас никогда ничего не потеряется. Хватит вот эти шаблоны свои крутить в голове. Вы творец, вы их кручите в своей голове. Вы так думаете. А правда она всегда подтверждается. Во что бы вы не верили, вы всегда найдёте этому подтверждение. Всегда. И если вы говорите, что я несу чушь, вы в своём мире найдёте подтверждение моей чуши, будете жить дальше в своей жопе, а я несу чушь. Либо, блин, вы поверите мне и скажете, блин, как круто, я теперь хочу наблюдать какие-то новые события. Мне интересно, и вы начнёте наблюдать новые события, и вам будет действительно интересно. И у вас будет другое кино. То есть вот во что хотите верить, то и будет. Если вы считаете, что может что-то случиться, оно случится. Потому что вы творите своими мыслями и чувствами. Когда приходится принимать какое-то, даже самое повседневное решение, наступает сильнейшая паника. С чем это связано? Позиция жертвы, она всегда в пачке. Подруга вчера даже сумку не могла выбрать в магазине. Паническая атака наступает. Зачем вы себя так загоняете? Рассмотрите выгоды. Всегда, когда с нами что-то происходит, первое, что нам нужно сделать, это спросить себя. Почему мне выгодно так чувствовать себя? Почему я этого хочу? Для чего мне это нужно? Какая выгода в этом? Вам выгодно эти панические атаки получать? Вы хотите их получать. Это ваше желание. Наш мир — это исполненное желание. Все наши желания исполнены. Мы так хотим. Займите эту точку обзора. Смотрите на мир именно с этой точки обзора. Наблюдайте, и вы всегда увидите ответы в этом. Почему? Вам выгодны эти панические атаки? Спросите себя честно и честно ответьте себе на этот вопрос. И панические атаки — адреналин в теле вырабатывают. Адреналин зачем нужен? Из комы человека вывести. Не из комы, а человека из состояния анабиозного вывести. Колят адреналин в сердце, чтобы он начнулся. Потому что вы спите, а вы хотите себя разбудить. Вы боитесь завтрашний день, вы боитесь что-то делать, выйти в новое боитесь. А дело в том, что новое — это то, чем занимается творец. Творец идет всегда в новое. Жизнь — это смена одного состояния на другое. То есть всегда новая картинка. Мы вибрируем, на месте одной точки становится другая точка. Новая. У нас всегда новый миг, новое событие. Если вы боитесь нового мига, нового события, вы всегда хотите сдохнуть. Вы просто хотите сдохнуть, и адреналин вам этого не дает сделать. Поэтому паническая атака. Хотите помирать? Вам не получится умереть. Вы будете бесконечно испытывать панические атаки, пока не поймете, что вы все равно не умрете. Вы будете себя оживать бесконечно. Оживлять, вернее, будете себя этими атаками бесконечно. То есть каждый раз вы умираете, каждый раз вы так себя оживляете. Я даже не знаю, как еще по-другому объяснить. Короче, не буду другие варианты говорить. Вот так. Я считаю так. Сейчас ем творог с шоколадным маслом. Новое блюдо. Офигеть. Надо попробовать. Это, кстати, тоже очень люблю. Масло шоколадное. Ну или о чем это? Две недели подряд при физических упражнениях падаю на левую руку и на левое ребро. Уже даже в трампунт ездила. Болит. Так. Правая творец, левая женская. Женская рука делать, бедро идти. Короче, вы свои желания гасите. Гасите, гасите. Постоянно нужно обращать на свои желания внимание. Что я сейчас хочу сделать. То есть вы делаете из надо, скорее всего. И ваше время тратится на надо, а не на хочу. А я вот хожу, спотыкаюсь три дня. У меня все ноги в синяках, в болячках. И я тоже никак не могу сделать то, что давно хочу сделать. Хочу дописать книгу в издательство. Блин, они ждут. И я каждый день говорю себе завтра. А так хочется. Потому что у меня начинают какие-то дела нападать на меня. Но эти дела я придумываю как отмазку. Что надо убраться, надо помыть полы. Надо... А уборка бесконечно не заканчивается. Вот. И я себя вот так впинаю. Чтобы пойти наконец-то заняться, блин, тем, что я хочу. А не то, что надо. Убираться. Попробовать... У меня просто гипертрофированное чувство чистоты. И мне нужно постоянно драить до идеала все. И если там какая-то сыринка лежит, я не могу работать. Я не могу сосредоточиться. Опять же, это моя отмазка не делать то, что я хочу. Работаю над собой. Работаю. Так. Я наряжаюсь дома. Это очень круто. Конечно. Блин, это очень круто наряжаться и чувствовать себя классно. Привет. Только что вышла из кинотеатра. Смотрела мультфильм «Душа». Я сегодня получила столько сообщений, чтобы посмотреть этот фильм. И вы сейчас опять пишите. Все. Уговорили. После прямого эфира у меня там будет несколько разборов. Пойду смотреть. Мы перестали радоваться как дети. Прямо как обухом по голове ударило. Да. Мы перестали жить с интересом. Потому что мы умные. Мы все знаем. Нам уже ничего не интересно. Мы прожили этот опыт и считаем, что этот опыт будет бесконечно повторяться. И если мы будем делать вот так, то будет вот так. Мы знаем. Но на самом деле ни хрена это не так. Если вы отключите вот это «я знаю», «я умный», «станете дурачком», блин, а интересно, как по-другому теперь получится. У вас будет получаться по-другому. Поэтому дети, они всегда в интересе находятся. В бесконечном. И они не думают, что если я там что-то сделаю, опять повторится тот опыт, который уже был со мной. Они не думают. Они опять берут и делают, и смотрят. А интересно, по-другому будет. Например, я помню в детстве мама ёлочные игрушки убирала на шкаф. Лето. Мамы нет. Что делать? Надо проверить, бьются игрушки или нет. Потому что я где-то слышала, что игрушки у нас не бьющиеся. Такая пика была классная за место звезды на ёлку. Я такая поднимаюсь, бросаю, она не бьется. Я такая «не, нифига, не может быть». Я опять беру эту пику, поднимаюсь там на шкаф, опять её бросаю, она не бьется. Блин, ну не может же быть такого. Может быть же по-другому, она может и разбиться. Я так бросала раз десять и потом психанула и бросила её так, и она разбилась действительно. Я такая «о, вот теперь я удовлетворена». Потому что не факт, что тот опыт, который повторялся, он будет повторяться. Может быть и по-другому. Вот дети, они вообще, ну вот такие. Они лёгкие и постоянно думают, что ну реально может быть по-другому. Взрослые со своим умом умным, ну реальные дурачки. А дети дурачки, они реально умные. Вот учитесь у детей. Будьте, блин, всё время в интересе познавать, а как это может быть по-другому. Ну и все раз уж советуют мультик «Душа», я тоже вот сейчас в прямом эфире говорю, давайте сегодня коллективно просмотрим мультик «Душа». Если в кинотеатр не хотите идти, то его можно бесплатно посмотреть на YouTube или в интернете где-то. Не знаю, короче. Можно его бесплатно посмотреть в интернете. Посмотрите сегодня. Я, кстати, вот этим займусь. Потом обсудим этот мультик. Мне уже самое интересное. Так, а я терпеть не могу эти списки желаний. А вот то, что ты начала говорить, начал дышать. Спасибо от этих слов и хотел. Буду делать потихоньку. От души ответила. Да. Спасибо. Мне недавно спросили, почему я всегда на сеансе движения сердца, телепатический сеанс, когда человек просто после сеанса начинает… Вот все, что он тормозил, у него начинает все сдвигаться с мертвой точки и запускается действие в его жизни. Я даю практику дыхания. Мне вот девушка спрашивает, а зачем дышать? Все говорят о том, что нужно дышать. И все эту практику используют дыхание психологи, психотерапевты различные. На всех тренингах везде есть практика дыхания. Вот они разные, эти практики. Я такая была в ступоре. Ну, как бы дышать – это же основа жизни. Она говорит, не, ну объясни мне, зачем дышать? Когда вы наблюдаете за своим дыханием, во-первых, вы переводите в порядок свои мозги. Физиологически вы насыщаете клетки кислородом. Реально, а нам не хватает дыхания с вами. Не хватает. И у вас запускаются процессы в организме. А эти процессы организма на мозге тоже действуют. Поэтому полчаса тратьте в день на то, чтобы просто лечь или сесть в удобную позу и насладиться вашим дыханием, наблюдая за ним, как вы дышите. И продышать все ваше тело. Все, где что болит. Все, где вам дискомфортно. Продышать ваши волосы, чтобы они росли. То есть, ментально представить, как они дышат. Продышать глаза, если у вас там плохое зрение. Зубы, женские органы, грудь, чтобы выросла. Неважно. И вы офигеете, сколько внимания уделенного этим органам принесут чудес. Вы просто это не пробовали. Потому что вам не интересно, кажется, что это так банально. Но вы, блин, включите интерес и понаблюдайте. Вы просто офигеете. У меня грудь выросла на один размер. Потому что я в шоке была. Я, короче, до Новый год одела платье. Под которое нужно было одевать такие пушапы силиконовые. Оно полностью прозрачное. И только на нем стразики. И я его не могла носить года два или три. Потому что видны эти пушапы. Ну, не очень красиво. Для него нужна большая грудь. Я одеваю это платье, а оно там не тянется, ничего. Везде все классно. А грудь села так, что у меня был шок. Я заметила... Ну, даже не сравните. У меня не осталось ни одного лифона. Ну, старого. Вот. Чтобы посмотреть, какая у меня была грудь. Блин. Потому что у меня все новое. Ну, я полностью перед Новым годом поменяла гардероби. И у меня не осталось ничего. Ну, старого, короче. И я просто реально офигела. А я, когда занимаюсь практикой дыхания, я очень много уделяю времени груди. Это не какой-то там недостаток, что она мне не нравится. Мне все прекрасно, все нравится. Вот. Но мне просто было интересно, может ли она подрасти или нет. Блин. Реально на размер стало больше. Я вам клянусь. И у меня были две девочки, Вика и Кристина в гостях. Они, когда увидели меня в этом платье, они видели меня в этом платье 5 лет назад. И они помнят, что для него реально большая грудь нужна. И без лифчика. Потому что оно прозрачное, и лифчик не денешь. Вот. И там нужны были силиконовые такие. Хрень. Без них невозможно было. А тут я не влезла просто. У меня все так красиво. Я вообще просто офигела. Вот. А по поводу волос это вообще. Я, когда занимаюсь практиками дыхания, всегда дышу волосами. У меня волосы нереально растут. Мой мастер в шоке. Лена каждый раз, да и муж у меня бывший, когда стрит меня или красил, мне всегда говорят, боже, ну это невозможно просто за такое маленькое количество времени, чтобы у тебя волосы выросли. Ну вот, допустим, у меня за месяц волосы растут столько, сколько у обычных людей там за полгода, за год. И все офигевают о том, что у меня только что вот так вот стрижка была. Посмотрите, сейчас уже длинные какие. Вот. Буквально месяц назад перед Новым Годом у меня было каре подстриженное вот так. Можете посмотреть мои старые эфиры. Как? Непонятно. Но оно работает. У нас делает когда вы уделяете внимание. Куда внимание там, энергия. Куда внимание там, ваше желание. У вас внимание, что нет денег. У вас нет денег. У вас внимание, что... «Блин, у вас есть все ресурсы, и они сразу находятся». У вас внимание, что «Блин, сейчас интересно, какой я буду радостной». У вас внимание на свою радость, и вы становитесь радостным. У вас внимание на чём угодно, оно и материализуется там, где ваше внимание. И практика дыхания, которую я даю бонусом, я вам сейчас рассказываю. Ложитесь и дышите, и наблюдайте то, что вы хотите наблюдать. Хотите, наблюдайте во время дыхания не за дыханием и за органами, а за вашими желаниями. Проживите ментально, как вы… и ощутите это всё. Как вы там исполнили какое-то желание, и побудьте в этих чувствах классных. Представьте, что оно у вас уже есть. «Блин, вы удивитесь, как события начнут тут же складываться, чтобы у вас это появилось». Но оно не появится в том случае, если у вас есть шаблоны, которые будут вас тормозить. Шаблон — это противоречивые желания. Это те выгоды, из-за которых вы 100% не хотите, чтобы оно исполнялось. Вот рассматривайте ещё параллельно выгоды. Почему я хочу, чтобы оно не исполнилось. Ну и плюс проживите, дайте себе эти чувства, чтобы эти события быстрее сложились. Надеюсь… Блин, понятно объяснила. Так, у меня сейчас эмоционально… у меня сейчас эмоциональный херово. У меня тоже. Ну, я радуюсь, потому что херово — это очень хорошо. Я наблюдаю. Пошла, напилась, и что дальше? Я третий день плачу. Напилась. Нормально, да? Вообще последние остатки энергии слили. На хрена вы это делали? Мне больно. Человек мне помогал, просто ушёл. Сказал, ты сильная, дальше иди сама. Это не он ушёл. Это вы его выгнали, как творец из своей жизни. Вы захотели. Паза желаний совпадает. Этот Микки Маус просто подыграл по вашему сценарию. Вы это хотели. Вам это нужно. Вы сливаетесь в нём. Вы не живёте своей жизнью. У вас сила в нём, ресурсы в нём, наблюдение его. Вы себя не наблюдаете, силы в себе не видите. Любовь себе не можете дать. Вам лишь бы извне её взять и кого-то подоить. Вы его доили, как корову. Теперь вы, как творец, решили, душа ваша. Нахера? Нахера я вот это всё внешнее? Я хочу себя любить. Я хочу найти любовь в себе. Я хочу найти ресурсы в себе, энергию в себе. У вас нету причин, вот прям реально нету причин, не иметь силы, не иметь любви, не иметь энергию. У вас всё это внутри вас есть. Но вы не хотите это рассматривать, потому что вам мешают вот эти люди, которые окружают вас заботой. И вы такие переложили на них ответственность, ножки свесили, и вы не делаете. Душа съедаетесь просто, понимаете? Вот так вот сидеть и требовать. И она просто выгоняет всех вокруг для того, чтобы вы с собой занялись. Поэтому поблагодарите его, что ему пришлось уйти. Это вы его заставили уйти. Не он ушёл, причина в вас. И вот эту вот жертву свою отключайте в состояние творца и наблюдения, что причина во мне, переходите. И давайте уже найдите в себе эти ресурсы, в себе любовь. Но когда вы в себе это дадите, тогда во внешнем мире картинка-то поменяется совершенно. Просто ваши отношения бы зашли рано или поздно в тупик, и была бы ещё более жопа, потому что сосуды, наполненные вашими чувствами и любовью, которые ваши же, вы всё переложили туда, и вы хотите это всё отдать обратно, оно там закончится. Вот. Скорее всего, закончилось. Вам нужно сейчас эту любовь начать в себе искать. Внимание на себя. Не сливаться туда. Сколько можно это в каждом эфире объяснять? Люди, где я так туплю? Где я так туплю и не вижу? Где я вот цепляюсь за эти материальные вещи? Это я сама себе сейчас вопрос задаю. Вы мне как зеркало это транслируете? Я не понимаю. Рассматривайте. Классно выглядишь. Спасибо. Сегодня я ваше зеркало. Понаблюдайте, как вы сегодня классно выглядите. Как прямо сейчас сделать так, чтобы из источника пришли? С какого источника что пришли? Кто пришёл? Хочется быть для всех хорошей, но получается всё наоборот. Как с этим быть? Конечно, оно всегда будет наоборот. Чем больше вы будете хорошей, тем больше от этого мира вы получите такое, что, мама дорогая, все будут вас шпенять и бить лопатой до тех пор, пока вы не полюбите себя и станете такой, какой вы настоящий. А не вот эту вот мишуру вокруг себя одевать. Люди не любят не искренних людей. Вы не белый, не пушистый. Вообще не белый, не пушистый. Всё, что хорошо, это пипец как плохо. Всё плохое — это хорошо. Что такое хорошо вообще? Вот вы рассмотрели хоть раз? Хорошо и плохо. Почему хорошо — это плохо, а плохо — это хорошо. Плохо, тёмная, тьма, негативная, антипозитивная. Плохо — это тёмная. Негатив. Негатив, представьте, из материального мира проекция плёнка, негатив. На плёнке негатива ничего не видно, она чёрная, тёмная, непонятная. Мы не видим изображение. Но как только мы проявляем этот негатив, оно становится фотографией. Рассмотрели, поняли — фотография. Фотография, аллегория — это типа хорошо, это понятно, это ясно, это видно, это мы увидели, рассмотрели, поняли. То есть найдите в этом аналогию. Всё, что хорошо, понятно, видно. В этом нет ни ресурса, ни энергии. Этот опыт уже рассмотрен, долюблен, полюблен, встроен. Он уже есть. Для вашего расширения вам нужно идти в тьму, в плохое. Потому что плохое не является плохим. Оно является просто непонятным, непознанным и неясным. И всё. Всё, если вы начинаете рассматривать, а что такое рассматривать? Это дарить внимание, дарить любовь. Любовь и внимание — это одно и то же. Если вы дадите внимание этой тьме, этому плохому негативу, и поймёте, почему этот плохой негатив хороший, и что там хорошего, и где в этом недостатке талант, сила, ресурс, то всё будет хорошо. Но вот эта вот ваша хорошесть, она никому не нужна. Не нужна. И вам тоже. Но пока вы хотите быть хорошей, вы отрицаете всю себя. Потому что тьма — это часть вас. Понимаете? Я хочу хороше быть для всех. Почему бы такая нужна вообще? Никому хорошие люди не нужны. Потому что эти люди лживые. Лживые лгут сами себе. Нарисовали себе вот этот образ. Эго, я вот такая вот. И всё. Застряли в своём образе. Нет энергии, нет расширения. Мир ***, денег нет. Любви нету. Семья не складывается. Здоровье у хороших людей просто *** на нуле. Энергии нету, желаний нету, ресурсов нету. Потому что они хорошие, понимаете? Они не хотят вообще любить. Любовь — это видеть тьму, полюбить её, оправдать и понять, что в ней такого хорошего. Посмотрите в Библии, блин, даже для русских. Посмотрите Коран, не для русских. Посмотрите Веды. Везде одно и то же. Что такое любовь? Это видеть недостатки других людей, принимать их как свои, оправдывать, долюбив их. Почему это хорошо? Ну и *** вам быть хорошим. Услужливо для других. Это *** полный трэш. Это не любовь к себе. Это вообще жесткач. Я хочу быть своим Микки Маусом, которых я создала, познавать себя. Служить. А я вообще херня полная. Блин, ну как так? Как вы живёте вообще? Я не понимаю. Переворачивайте свои мозги. Хватит уже зашорено вот так вот, блин, узко на мир смотреть. И хотеть вот это вот всё хорошее получать. В хорошем нет сил вообще, нет энергии, нет желаний. Там всё поздно, всё понятно. Всё, что понятно, оно уже не новое. Творец — это тот бог, творец. Творец творит новое, понимаете? Новое всё в тёмном, в неопознанном, в непонятном, в том, что мы не знаем. Во всём хорошем это всё понятно. Мы уже там всё знаем. Мы уже там все ресурсы исчерпали. Это не расширение, это жопа, блин. Как дать себе чувства? В смысле дать себе чувства? Закройте глаза, чувствуйте. Прикоснитесь к куску льду. Льда, блин. Почувствуете лёд. Выйдите на улицу без шапки, почувствуете холод. В смысле, как дать себе чувства? Ребят, ну вы чё вообще? Я не понимаю. Где я так торможу? Где? Я не понимаю. С вечера в уме столько планов, а с утра апатия. Не надо с вечера строить планы, блин, забудьте, обнулитесь за ночь. Ночью вы обнуляетесь. Утром проснулись и делайте по шагу что-то. Захотелось, делали, захотелось, делали. У вас здесь и сейчас, в данную секунду, есть все ресурсы и энергия для того, чтобы осуществить один шаг. Один шаг в этот миг. Вы можете эти ресурсы потратить на план, и у вас не будет действий дальше, потому что у вас нет энергии сделать этот шаг. Вы уже эту всю энергию потратили на ваш план. Нахера вы строите эти планы вообще? Блин, сделайте план жизни, жить без плана. И все у вас будет хорошо по импульсу, по вашему желанию. Здесь, сейчас. Наполняйтесь постоянно энергией, кайфуйте и расширяйтесь. Идите в новое, блин, идите в свои страхи. В темное, в непонятное, не в поздно. Какие нахер планы? Ну сколько можно уже? Кто со мной не согласен и говорит, что надо строить планы, идти там что-то делать, там надо, надо, надо. Понадо жить, не похочу, а понадо. Идите. Ну только потом, блин, не жалуйтесь ни врачам о своих болячках, ни банкам, что вы не можете кредиты свои оплатить, ни по судам, обидчикам. Потому что вы себе просто в зеркало показываете, как вы к себе относитесь. Живёте по плану, живёте как роботы. План – это то, что я уже знаю. Вы в это время жертва, вы нихуя творец. Потому что творец творит, не зная, не зная, без плана, понимаете? Понимаете? Напишите мне, пожалуйста, плюсики, если вы меня понимаете. Творец творит, без плана, не зная ничего. Он наслаждается процессом. Если я пойду в кино смотреть фильм «Душа», полностью зная его и дожидаясь конца, завершения этого плана посмотреть кино, блин, мне же неинтересно будет. Я иду насладиться процессом этого кино, а не титры посмотреть в конце, чтобы быстрее, блин, прошёл фильм, и я, наконец-то, концовку увидела с титрами. Жизнь – это расширение во все стороны, без плана, понимаете?